В преддверии лета сотрудники по чрезвычайным ситуациям напоминают жителям о том, как важно быть осторожными вблизи водоемов, а также убедительно просят родителей рассказать детям правила безопасности на воде и предотвратить случаи купания без присмотра взрослых. За прошедший год в Полодарской области во время купального сезона погибло 16 человек, трое из которых дети. 13 человек были оштрафованы, 239 получили предупреждение за купание в необорудованных для этого местах. В режиме видеоконференц-связи сотрудники ДЧС рассказали о планах на предстоящий купальный сезон. Мы планируем проводить очень активную авиационно-разъяснительную работу среди населения. Также у нас будет осуществляться патрулирование мест воздуха, воды, стихийных кляжей. Особенно основную форму будем делать на выходные и праздничные дни. Нашими спасателями департамента ПЧС будут проводиться на пляжах флешмобы по обучению детей и подростков о замплавании. Будем рассказывать, показывать на практике, как правильно держаться на воде, как действовать в критических ситуациях. Основной упор будем делать именно на обучение детей. Также нами инициировано, и мы сейчас в Акимате области проводим работу по открытию так называемых учебных пляжей для самых маленьких детей. Это от 4 до 6 лет. Мир Эмбек Батеркулов отметил, что категорически запрещается делать во время отдыха на природе. Заходить в воду в незнакомых местах очень опасно. Там могут у нас быть, я уже говорил, быстрые течения, водовороты, резкие перепады уровня воды. И никогда не запрещено нырять в незнакомых местах. Тем более прыгать с мостов, обрывов. Невозможно предположить, какими будут постановления санитарных врачей по поводу открытия купального сезона нынешним летом. Но в ДЧС к этому уже готовятся. Старт открытия намечен на 15 июня. Кристина Касперо, Чертыс, Акпарат.